В эфире новости севера в студии Антон Севастенов. Здравствуйте. События огня смотрите в репортажах наших корреспондентов в нашем выпуске. Тяжело в учении, легко в бою. Круса, сердихи. На огневую рубеж, бегом марш. Оружая, изготовка к бою. Сегодня в Сургутском районе стартовал месячник, посвященный Дню защитника Отечества. 200 тысяч рублей за управление транспортом в состоянии опьянения. Госдума торопится принять закон, ужесточающий наказание для пьяных водителей. Таких уже не осталось. Это был 1985 год. Я пошел. Мне было 6 лет. Я сюда один год хотел садик. Первому детскому саду в Ленторе исполнилось 30 лет. И автоинспекторы Югры начинают акцию «Детское кресло». В Сургутском районе сегодня стартовал месячник, посвященный Дню защитника Отечества. Воспитанники военно-патриотических и спортивных клубов теперь усиленно готовятся к соревнованиям и праздникам, которые завершатся 23 февраля. На тренировках представителей клубов в Ульт-Ягуне и Федоровском побывал Андрей Родионов. Преподаватель основы безопасности жизни и деятельности Ульт-Ягунской средней школы Максим Яковинов. Он же бессменный основатель и руководитель военно-патриотического клуба «Боец». Он же тренер по боксу. Свои занятия проводит по-армейски жестко. И кто сказал, что у девушки слабый пол, ученицы клуба «Боец» на личном примере доказывают обратное. По крайней мере в стрельбе. 93 очка из 100. Один из лучших сегодня в клубе результатов. Теории и практика на занятиях в клубе «Боец» тесно переплетаются между собой. Тут же на задней парте ребята отрабатывают технику искусственного дыхания. В роли пострадавшего манекен Гоша. Из учебного класса в спортивный зал «Стрэвая подготовка» входит в обязательный учебный курс школьников. Через левое плечо. Молодцы. Девай, вес. Они приходят сюда разными дорогами. Кому-то посоветовал друг, который сам до недавнего времени ничего не знал об АКМ или технике реанимации. Кто-то увидел занятие случайно сам. Но для всех итог один. Пришли, увидели, решили остаться. Саморазвитие – это и физическая подготовка. Ну и для будущего это хорошо. Даже когда ты пойдешь в высшее учебное заведение, тебе будут учитываться. Сейчас мы получили наше удостоверение. Это большой плюс. Если вдруг что-то, например, ситуация случится, я уже чувствую, что я наполовину готов. Объявленный месячник подготовки военно-патриотических и спортивных клубов Сургутского района к 23 февраля – больше формальный повод. Работают над собой дети после уроков несколько раз в неделю по 2-3 часа круглый год. Мероприятия и соревнования между такими клубами проходят постоянно. Бывает, даже автоматов не хватает. Уже военной формы не хватает. Вот такая ситуация. Дети с желанием горят глаза. Не менее ревностно готовится ко дню защитника Отечества и в клубе «Вымпел» поселка Федоровского. Эта часть занятий посвящена физической подготовке. Тренажеры и рукопашный бой среди «Вымпеловцев» всегда в почете. И разница в возрасте и весовых категориях совсем не помеха. Под итог массовое отжимание. Ежегодно мы проводим акцию «Посылка солдату». С каждым годом в этой акции принимает все большее участие население Сургутского района. И в этом году мы к этой акции также еще и присоединяем конкурс «Письмо неизвестному солдату», где ребята, курсанты наши будут писать письма со своими пожеланиями. Военно-патриотический клуб «Вымпел» – неоднократный призер смотров конкурсов и военных многоборий, проводимых в Сургутском районе и за его пределами. Резерв собрал воедино 11 клубов военно-спортивной и патриотической направленности, существующих на сегодня в Сургутском районе. 23 февраля во всех поселениях, где действуют клубы, пройдут их выступления, после чего тренировки продолжатся. Впереди подготовка к 9 мая и любимым играм «Зарница» и «Орленок». Андрей Розенов, Сергей Бритвин, телерадиокомпания «Север». А накануне в администрации Сургутского района наградили работников муниципальных учреждений за многолетний добросовестный труд, профессионализм и вклад в развитие муниципалитета. Почетные грамоты они получили к 89-й годовщине со дня образования Сургутского района. Глава района Дмитрий Макущенко вручил отличившимся специалистам почетные грамоты Министерства культуры Российской Федерации. Среди 12 награжденных представители контрольно-счетной палаты района, учреждения, централизованная бухгалтерия, Центра социальной помощи, а также организации сферы дополнительного образования. По мнению работников последней, система дополнительного образования в районе довольно успешно развивается. Каждый год педагоги открывают новые таланты. Однозначно развиваются. И вот приехали сейчас коллеги мои с Лентора, с Высокого мыса. И тоже у них работа непочатый край. Она не кончается. Ну и слава богу. И дети идут, и произведения поются. Даже песнопения в Тобольске я хочу отметить. Когда я училась в институте в Барнауле, в советское время их запрещено было петь. О других заметных событиях в округе и стране в нашей рубрике «Новости короткой строкой». В этом году все крупные города России перейдут на единый экстренный номер 112. Об этом сообщил в интервью «Эху Москвы» министр чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков. По его словам, первое время параллельно можно звонить и по старым двузначным номерам, а уже через год начнется тотальный перевод страны на новую систему. Ростельхознадзор может уже с февраля ограничить ввоз мяса из США и Канады. Соответствующее письмо своим коллегам из этих стран направил руководитель службы Сергей Данкверт, говорится, в пресс-службе ведомства. Речь идет о мясе, который содержит рактопамин, кормовую добавку для увеличения массы крупного рогатого скота. Минстельхоз внес в правительство перечень поправок закона об ответственном обращении с животными. Одна из них обязывает владельцев бойцовских пород собак проходить специальное обучение. Предлагается установить общие правила выгулу собак потенциально опасных пород, запретить проведение боев, животных и пропаганду жестокого обращения с ними. Законопроект в первом чтении был принят весной 2011 года. С тех пор Минстельхоз совместно с заинтересованными ведомствами ведет разработку поправок. Госдума намерена как можно скорее принять закон о наказании для пьяных водителей. Об этом сообщил глава комитета по безопасности Нижней палаты Ирина Яровая. Ранее она внесла проект, по которому серьезно увеличивается наказание за ДТП со смертельным исходом для пьяных водителей. Вождение в алкогольном опьянении предлагается наказывать штрафами до 200 тысяч рублей. До конца года универсальную электронную карту начнут выдавать почти во всех муниципалитетах Югры. Глава региона поручила руководителям профильного департамента ускорить процесс внедрения этого нового документа. Как заявила Наталья Комарова через социальную сеть Twitter, ей начали поступать жалобы. Югорчане недовольны тем, что получить данную карту сейчас можно только в Хантамансийске. Универсальная электронная карта, напоминает Югра ТВ, вводится в оборот с начала года. Она содержит данные основных документов гражданина России, медполиса, свидетельства обязательного пенсионного страхования, а в перспективе паспорта ИНН водительского удостоверения. Кроме того, универсальная карта будет выполнять функции обычной банковской карты и ключа к интернет-порталу Госуслуг. Арнольд Шварценеггер снимется в пятой части «Терминатора». Об этом сам актер сообщил на пресс-конференции. Он выразил уверенность, что сценарий боевика будет написан уже в ближайший год. Также Шварценеггер подтвердил свое участие в фильме о конане и ленте «Близнецы». Все эти картины в 90-е принесли актеру мировую известность. 30 лет исполнилось со дня открытия детского сада «Елочка» в Ленторе. Это первое дошкольное образовательное учреждение Лентора. Оно появилось, когда город еще имел статус поселка. Наши коллеги из Ленторинфорум побывали в «Елочке» и встретились с ее первыми воспитанниками, педагогами, а также малышами, которые посещают детский сад сейчас. Спустя 30 лет внешний облик детского сада «Елочка» остался практически неизменным. Те же четыре отдельных корпуса. Один отдан под административную часть учреждения. В трех остальных расположились шесть групп. Деревянные сады такой планировки строили в 80-х годах прошлого столетия. Но вот в первоначальном виде в Ленторе сохранилась только лишь «Елочка». Это был 85-й год, 85-й. Я пошел, мне было шесть лет, я сюда один год ходил в садик ровно, да. А так мы постоянно, у меня здесь дом находился через забор, и мы здесь постоянно с пацанами играли в этих родимых, как говорится, пенатах постоянно. Сейчас и сын сюда ходит. И поэтому так воспоминания такие приятные. И супруга здесь работает. Сегодня детский сад «Елочка» посещает 125 воспитанников. Коллектив сотрудников насчитывает 50 человек, 17 из них педагоги. В 2012 году дошкольное учреждение единственное в городе открыло группу для малышей с полутора лет. Эксперимент оказался удачным. Детвора успешно прошла адаптацию. В целом же образовательный процесс ведется до школьного возраста. Я люблю ходить в садик, потому что у меня здесь много друзей. Мы праздники здесь встречаем. Играем, стихи получаем, подарки получаем. Я люблю Людмилу Евгеньевну и Альбина Елдашину. Это воспитатель. Вот они за нами укаживают. Идти в ногу со временем, когда строение возведено 30 лет назад, да еще не в капитальном, а в деревянном исполнении, сложно. Но в «Елочке» получается жить не хуже. Совсем недавно здесь обновили мебель столовых. В этом году в рамках капитального ремонта планируют установить систему «Теплый пол». Мы стараемся подвести под все стандарты, несмотря на то, что ему 30 лет. И материальную базу мы содержим, и стараемся, чтобы она соответствовала. И были заменены окна везде у нас стоят пластиковые. То есть и по территории вы видите, что у нас все малые архитектурные формы, все новые. У нас не осталось ничего старого. То есть мы стараемся все, всем требованиям, которые предъявляются в новом образовании, санпинами, пошнадзором, то есть мы стараемся всему соответствовать. Готовясь к юбилею, здесь не только подводят итоги, но и строят планы на будущее. А значит, уже в скором времени в эти стены своих малышей приведет еще одно поколение бывших воспитанников. Первого ленторского сада «Елочка». Уже двое подростков погибли на дорогах Югры с начала этого года. Причиной трагедии в обоих случаях, уверены автоинспекторы, стало нарушение правил перевозки детей. И завтра в округе стартует акция «Детское кресло». Продолжаться она будет неделю. Только в Сургутском районе за последние пять лет в ДТП погибли 16 несовершеннолетних. В основном из-за того, что автомобили не были оборудованы детскими креслами. В рамках акции, которая начнется завтра, районные автоинспекторы проведут несколько рейдов по выявлению нарушений правил перевозки подростков на аварийно-опасных участках трасс. Кроме того, в поселениях района организуют совместное дежурство с отрядами юных инспекторов дорожного движения, которые будут раздавать памятки водителям. А в госавтоинспекции и школах пройдут встречи с учащимися и их родителями. В рамках акции будут проведены встречи, беседы в образовательных учреждениях, в школах и детских садах. Если будут организованы в учреждениях образования родительские собрания, будут организованы встречи с родителями, где будут доводиться и статистика, и показаны ролики по правилам дорожного движения, страшные, можно сказать, ролики, пугающие. Но эта мера действенна. У меня вся информация. Далее смотрите прогноз погоды. Напомню, телефон редакции новостей 43-22-57. Я благодарю за внимание. До свидания. Новый год и Рождество в салоне меха «Греция». Большое поступление изделий из норки. Скидки до 30%. Салон мехов «Греция». Сургут, улица Университетская, 7. Сургут, улица Ленина, 16. Прогноз погоды представляет салон мехов «Греция». Неизменно для вас всё самое лучшее. Новинки меховой одежды из норки «Лисы Каракульчи». Салон мехов «Греция». Идеальное соотношение цены и качества. В предстоящий четверг синоптическая ситуация в Приобье обусловится тыловой частью циклона, куда будут проникать отдельные массивы снеговых облаков и более холодные массы воздуха. Днём по округу при обладании облачной погоды, кратковременный снег, температура воздуха от минус 5 на востоке до минус 25 на западе. В Сыргуте и окрестностях облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный снег, ветер с западной четверти 4,9 метра в секунду. Температура воздуха понизится до минус 18-21 градуса в окрестностях города 17-22 мороза. 24 января солнечные активности, геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба. Новый год и Рождество в салоне меха «Греция». Большое поступление изделий из норки. Скидки до 30%. Салон мехов «Греция». Сургут, улица Университетская, 7. Сургут, улица Ленина, 16. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова